У Троицкого собора многолюдно, как бывает только по большим праздникам, но сегодня совсем другой повод, и он очень грустный. Бывших коллег, друзей, простых щелковцев собрал вместе один человек, которого все они пришли проводить в последний путь. 12 лет у руля района стоял Леонид Андреевич Твердохлебов. Это большой срок, за который с ним рядом прошли сотни людей. Вместе они строили город и район, занимались муниципальным устройством, создавали нормативно-правовую базу местного самоуправления. Мы тоже все эти 12 лет работали с ним, и с благодарностью вспоминаем, и будем вспоминать это время. Хороший человек, много сделал для города хорошего, и поэтому жалко. Человеку большого, руководителя начальника. И провожаем его в последний путь с добрым словом. Вот пришел проститься с батя, которому не дал вторую жизнь после милиции. Обязательно. Владимир Николаевич, после милиции вот он приезжает. Во власть. Церемония прощания и отпевания проходили в Троицком храме. Не только потому, что он главный в Щелковском благочении. Храм и самим своим восстановлением после советской разрухи, и красотой иконостаса работы уральских мастеров, обязан во многом Леониду Твердохлебову. Как и многие-многие ежегодно вводимые в строй объекты спорта, культуры, образования, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства в нашем городе и районе, которые всегда будут о нем напоминать. Очень близко дружили, всеми делами занимались. Человек, который вот сейчас мы находимся на проспекте, который, по сути дела, он сделал набережную, он сделал храм, он реставрировал. Если вот так сказать, что же он сделал за 12 лет, да, откровенно говоря, он все сделал. Я горжусь вот таким другом. И спортсмен был великолепный, и побратимые были со многих государств. И каждый человек в Щелково скажет ему большое спасибо, спасибо Леоне. Он очень много сделал, ну, наверное, и для Щелковского района, как руководитель, об этом все знают. Но он и очень много сделал для развития мини-футбола, не только вот именно здесь, на этой земле, но и вообще в России. Создал один из лучших мини-футбольных клубов в стране, прекрасный дворец, который, мне кажется, должен называться его именем, именем Твердохлебова. Ну, потеряли, конечно, мы очень большого человека, хорошего друга, товарища, коллегу. Это невосполнимые потери для нас, потому что таких людей, наверное, наша земля рождает нечасто. Попрощаться с Леонидом Твердохлебовым пришли бывшие руководители Щелковского района, которые занимали этот пост и после, и даже до него. Николай Пашин, Александр Ганяев, Николай Горанькин. С Леонидом Андреевичем мы знакомы с конца 80-х годов, когда он был начальником СМУ гражданской авиации, СМУ-19 гражданской авиации. А я в это время был представителем исполкома. Когда в свое время стал вопрос о том, кому быть заместителем представителя исполкома при Николаю Петровичу Пашине, когда обсуждали мы эту кандидатуру, у меня никаких сомнений не было уже. Я понимал, что человек вырос до понимания проблем не только маленького коллектива, а уже какого-то большого общества. У нас все-таки 200 тысяч жителей. Видел его первую ответственность, его активность, его способность организовать коллектив, сформулировать задачи, найти правильное решение. Патриот и Созидатель, ушедшие в историю эпоха местного самоуправления. И это не громкие слова, это искренняя оценка жизни и труда Леонида Андреевича от тех, кто его знал. Хотя сам он, возможно, с ней бы не согласился. Скромность и порядочность были ему свойственны не в меньшей степени, чем смелость принятия решений, о которых теперь говорят, как об исторических. Мы прожили много лет, будучи соседями, не на Леоньях, а на Краснознаменске, когда он еще работал, СМУ-19. Ну, очень порядочная семья, очень порядочный человек. Всегда доброжелательный, всегда поздоровается, будучи уже как бы в высоком ранге. Откроет дверь обязательно, поможет донести сумки, хотя мне идти до второго этажа. И вот мне хотелось бы, чтобы люди знали, вот не только со стороны, вот как он был в качестве мэра города, но что это по-настоящему хороший человек. Я отработал с Леонидом Андреевичем 18 лет. И сегодня очень грустный, печальный для нас день, для тех, кто его знал, кто с ним работал. Человек прожил богатую, честную жизнь. Честную жизнь. Честную жизнь, которую оставил после себя прекрасный след, и мы его долго будем помнить. Вот пока мы живы, мы будем его помнить. Позже на гражданской панихиде собрались в основном те, с кем Леонид Твердохлебов работал в непосредственном контакте, руководя Щелковским районом. В траурном мероприятии также принял участие заместитель главы нынешней администрации городского округа Щелково Виктор Семин. Выступавшие говорили, что время после Твердохлебова, а он ушел с муниципальной службы без малого 14 лет назад, уже показало масштаб его дел и его личности. Он работал и для каждого жителя, и ради процветания всего Щелковского района. Наверное, он был образцом работы с общественными организациями, с простыми людьми. Он умел не только спрашивать подчиненных, но и умел создать условия для работы подчиненных. Умел найти время, доложить свою позицию гражданам. Благодаря его усилиям, благодаря развитию спорта, то, что занимались у нас сборные, играли и товарищеские встречи, и международные матчи, то про наш город Щелково узнали не только как город космонавтов и авиаторов, но и как спортивный центр, футбольный центр Подмосковья. Он умел создать команду, он умел повести за собой людей, он умел их заразить светлыми идеями. У Леонида Андреевича Твердохлебова осталась любящая семья – супруга, две дочери, два внука и внучка. Похоронили его на кладбище в деревне Леониха, неподалеку от дома, где он жил. Продолжение следует...